Дорогие друзья, итак, представляю еще раз нашего Костя, швейцарский автор Пьеро Сан-Джорджо, специалист по сюрвивализму, и сегодня мы представляем две его книги, но я первый вопрос все-таки задам для знакомства. Пьеро, прошу вас, представьтесь немного нашей аудитории, и расскажите нам, как вы понимаете, потому что для нас направление абсолютно новое для русских, расскажите, как вы понимаете, в вашем понимании, что такое супермарит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я вчера, когда я здесь знаю книги, я читал в Европе в России, и поскольку книга издавал ребенок, а издавать книги на разных языках, и вы имеете в виду разные женщины. Это было субтитры Алексею Дубровскому! Это была субтитры Алексею Дубровскому! Итак, эти книги, я думаю, очень важны, не потому что я их называю, но потому что они говорят, что я думаю, что будет происходить в следующие 5-10 лет. Эти книги очень важны, потому что в них распространяется то, что, я думаю, произойдет в следующие 10-15 лет. И я должен рассказать вам, почему я здесь и почему я рогомариваю. Я drums так лучше, я двигаюсь сам в 16-15 лет. И теперь, last year, яrumzi, это перев vivre так много неудачно. Я работал 20 лет в маркетах, Африка, в Европе, в Северо-Европе, в России, много, много лет. В течение 20 лет я работал на развивающихся рынках в Африке, в Азии, в России, в Северо-Европе, в Северо-Европе. И я ездил в эти страны, потому что я в 90-е годы, и вы знаете лучше меня, как сложно вложить в Россию в 90-е годы. И я видел все, что происходило в Африке, на Бричной Востоке и в России после тракта Советского Союза. Я понимаю, что мир здесь не такой, как в Швейцаре. Я очень интересуюсь историей, и я подумал, что я снимал «Лжом» и «Лжом» и «Лжом» и «Лжом» и «Лжом». О чем еще падает в истории? Я взял все мои книги, все мои книги и начинал reread и изучать историю, пытаясь узнать, что действительно произошло. И тогда я вернулся к своей библиотеке и начал читать все книги по истории, чтобы понять, что действительно произошло. И в то же время я пробовал свою компанию. И потому что я потерял много денег при тракте рынка технологий в 2000 году. Я инвестировал и понял, что все мои деньги пропали. И с 2001 года я понял, что продажи были достаточно. И мне стало интересно, как же работать над финансами. Поэтому я взял все эти три большие информации в моей жизни. Реальность мира. Я обтянила теплые важные информации о своей жизни и реальном мире. Реальность мира стала выглядеть над другими, над такими, как я думал раньше. И я начал бояться за себя и за свою семью. Будет ли я будущее приятным и хорошим, для того, чтобы очень сложный мир сделать? И я начал готовиться к сложному будущему. И я объясню почему я делаю это. И я переехал на ферму на свою маленькую дачу. И я начал изучать, как стать экономным. Не зависеть от сложной системы подставок. Потому что у нас сегодняшний мир имеет по крайней мере четыре важные проблемы. Первое – это рост населения от 3 миллиардов до почти 7 миллиардов на сегодняшний день. Это означает, что оно увеличивает потребление природных ресурсов и разрушаемую природу. И это развивает биоэффективные прогрессии. Вы можете наблюдать в России. В последние 15 лет периодных жизней России всегда выросли. И это означает, что потребляется больше ресурсов и производится больше треизмений. И Россия, конечно, не такая большая проблема. Потому что это большая страна, абсолютно маленькие населения. Но Нигерия, Египет, Пакистан, Индия, все страны хотят потреблять, как и Абрудафия потребляет. А мы, как и Абрудафия потребляем, как и Американцы. И если 7 миллиардов рублей, как и Американцы, то не останется больше природных ресурсов. Я глубоко изучила реалы производства нефти и производства других видов сырья. Но на мировом уровне количество запасов сокращается. Производство запасов сокращается. И это один из первых элементов, который показывает, что в будущем будут проблемы. Очень много людей, которые потребляют все больше и больше. Вторая проблема в том, что у западных экономиков правиломышленность исчезла. Франция и США – это одни услуги финансов. Они производят немного, но они точно являются теми крупными промышленными державами, которые они бывают. И если вы посмотрите на рост этих стран в последние 30 лет, этот рост происходил за счет сознания долга. Я объясняю это в книге, но, грубо говоря, долг – это рост. Потому что вы можете выплатить долг, если продолжаете рост. Но, например, в США нужно создать 7 долларов долга, чтобы получить 1 доллар рост. Таким образом, они никогда не вернут долг в банку. И в центральную банку. Таким образом, это традиционно для всех западных экономий, Франции, Италии, Италии. И, конечно же, вы следите за греческом библиоте в последние 5-6 лет. Но ситуация в Украине, Франции, Италии, 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 Италии. Но, на самом деле, ситуация в Англии и США тем более чем в Креции. Таким образом, я нахожу третьему элементу объяснения, почему мы в будущем будем сложнее. Потому что глобализированная экономика зависит от инфраструктуры и системы подставок. Которые имеются очень низкими. Это включает большие города, такие как Москва. Сколько еды в магазинах? Вы имеете только то, чтобы их купить. И в целом, в целом и в целом, в целом. Ребята, вы можете использовать медикаменты с аппаратами, и с аппаратами. И это самое для медикации. И с аппаратами. И с аппаратами. И с аппаратами. в автомобильном магазине или в аптеку, они говорят, что мы закажем для вас этот препарат или запчасть, вы можете забрать взял. В России также происходит? Это естественно, потому что это выгодно и эффективно. Но это очень важно, если у вас есть кризисы. Проблема в том, что бесконечный рост невозможен в планете, потому что планеты не стоят бесконечными. И это не будет существовать отлично. Потому что, я учусь в физике, в том, что термодинамик показывает, что мы не продолжаем взял. Я изучал только закон о термодинамике, потому что мы не будем практически сканично. И это же самое для индивидуума, для компании и для страны. И частное рецепт, что мы продолжаем взял в стране. History shows that it's not linear. It is full of fields of growth and fields of crisis. And sometimes people collapse. Разнивается линейный. Процесс менять периодами роста, периодами потяний. And these collapses can be lower, or can be regional, and can be very large regions. You know this many questions in 20th century. Because, of course, Russia has suffered three major economic advances in less than one million years. In Russia произошло три экономических страны. World War I, Russian Revolution, and the Civil War. Первая война, Революция, Вражданская война. And, of course, the Great Patriotic War was in May. And, of course, a disaster. Of course, it was a victory, but it was a disaster. People there, and the families, and the people with destruction. Великая Отечественная война, была разрушительной семьей, большим смертной экономикой. And, of course, the crisis of the Soviet Union, from 1901 to 1909, was at a very difficult time. Проакция is less dead, of course, but it was very difficult sometimes. It's almost a disaster. So, the good news is that you are more prepared than the Western world for what is going on. So, the good news is that you are more prepared than the Western world for what is going on. And, sooner or later, this is what is going to happen. The biggest economy in the world, in the United States, in America, is Vancouver. They will tell us, sooner or later, that infrastructure is not functioning in case of collapse. It would be much, much worse in Western Europe, especially in North America, when there is going to be a bigger economic crisis than it was in the Soviet Union. For example, 1% of the people produce food, 99% of the others. The debt of the country is a level that has never been reached in the history of the world. It's just incredibly high. And this debt exists because the dollar is the reserve currency of the world. And because they have power to beat them. But the growth of China and of the BRICS parties, including Russia and others, are starting to put an alternative to the US dollar. So, sooner or later, people will start to have less trust in the dollar. And then, the incredible large debt of the United States will produce a phase of deflation, which is happening now, followed by a phase of hacker inflation. which means that the vast majority of people in America will not have jobs, will not buy things anymore, and the economy will not. And, of course, the impact goes into all of the world now. Because we are globalized economically. And because of their infrastructure not being able to survive in such a situation, they will have massive catastrophe. And because of their infrastructure not being able to survive in such a situation, they will have massive catastrophe. And they know this for quite some time. But, obviously, instead of trying to solve the problems, they have tried to control the natural resources of the world. Это произошло в 1970-х годах, когда они разворачивали вооруженные силы на Ближний Господь. Для тех, кто знает, это часть демприно-чистенства, и также используя доллар, и, конечно, обмитать их, и, конечно, контролировать наши ресурсы, но также force people to keep using доллар. Они не только огранированные ресурсы, но и начинают людей использовать доллар. Ирина и Ливия, сейчас ситуация не очень хорошая. Поэтому США приходится быть крайне империалистичным, и вести войны и бойцы новые в любые туда страны. Потому что создание хаос по всему миру заставляет нас думать, что США нужны. И в своей книге, которую я писал, я писал, что она в Украине, и в Сирии. А зачем Сирии? Они сейчас находятся в отчаянном положении. Они боятся. Они боятся. И у них есть гадерная ручка. И я не думаю, что они настолько поудрые, как русские. Потому что в России, в Союзе, 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 в Союзе. И у них было ягерное оружие. Но они были достаточно мудрые, чтобы сделать правильную вещь. Они знали, что это было очень сложно. И, наверное, было сложнее, чем они думали. И я думаю, что русские были достаточно мудрые. Они поняли, что это было очень сложно. Но я думаю, что американские это понимают. И правители в Америке не волнуют. Я не хочу говорить о политике. Но я думаю, что вы найдете интересную объяснение в мире. Но я думаю, что это не важно. Но это не важно. Важно то, что мы будем делать. Потому что если все действительно станет плохо, я боюсь, что у ваших людей в мире они не ответственные, не мудрые, не образованные, не умные. У них нет такой способности как восстановление у кого советского населения или как у моей тела. Для большинства людей, когда фейсбука, или когда вы не имеете связи с интернетом, это ужасно. Для большинства людей, когда нет интернета, они могут быть и фейсбука. У нас есть очень сложно. У нас есть многое и многое. Поэтому если вода stops, когда электричество stops, когда нет еды, там нет еды, там нет еды. Они не食али, там нет еды, там нет еды в магазине. Посмотрите, что есть в catalogной стране. Они не хотели определиться, что у них было много денег. Вот тогда она продолжается привлечь на вас через пятницу. И мы можем себе предложить, что не поднимivia. Преимущество России в том, что общество домогенно от народа. Сегодня я провел 6 часов на улице Москвы. Я в Европе. Когда я в Африи, я в Африи. Когда я в Африи, я в Африи возвращаюсь своим этническим конем. И как человечество всегда ответственно. Они считают, что вы человек, который отвечаете добро. И они начинают покупать ресурсы за территорию и производство. Это тоже происходит в Сирии. И я думаю, что в США и в Европе будет все происходить с того, что происходит в Африи и в Европе. Поэтому нужно быть в Африи. И 60% моей книги посвящено в Африи. Мой подход таков. Это невыжимательные суммы. Это не ловные животные. Это защита семьи. Как защитить свою семью и свою страну. И как ограничить последствия этого бизнеса. Я думаю, что важно людям прочитать эту книгу. Но также и политику. А также и бизнесам. Потому что они поймут, что нужно сделать для этой страны. И я объясняю эту книгу. Я объясняю правительство автономии. Что я считаю, что это очень прагматичное. И что это не хори-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы. Я изучил французского союза и инфляцию в Аргентине. Я жил в Димбако, когда приношел право экономике Зимбако. И можно мне поверить, законная физика и законная экономия Зимбакова для Вашингтона и Зимбако. В США больше времени, чтобы много лет показать. И потому что руки очень прагматичны. Многие книги очень прагматичны и не публикуют фантазии. И поэтому они довольно успешны. И первый книг уже проведено в Франции, в английском, на итальянском, на арабском. И теперь, конечно, в русском. Но я заметил, что это были многие люди, которые читали. И я подумал, что это неправильно, потому что женщины заставляют половину населения. И, по моему мнению, это более интересные, красивые люди. И я пытался понять, почему женщины не интересуют меня. И я начал отговаривать женщинам, которые прочитали мою книгу и начали подготовить. И, конечно, не быть женщинами, я не могу говорить за женщинами. То есть я поговорил с этими женщинами в целом интервью. И я сказал, что женщины, какие подготовки они принимают. И я добавил половину книги, чтобы они не понимают, почему женщины не обязательны были. Да... Пог fools... Я не могуjar изогнувrigии вот... Гуслин безумучилось. Я не хочу сейчас делать каликатуры, не буду говорить о бусирахе. Я не буду их упоминать, не хочу делать рекламу. Но я также верю, что в России у нас есть феминизм, который не стал так ступидным, как на Западе. Я думаю, что в России именизм не стал таким странным, как на Западе. В моем мнении, в Георгии, в России, в России, мужчины, женщины, женщины. И в России, в России, мужчины, женщины, женщины. Уже в первом году женщины имеют большую ответственность военное время. И мне кажется, что женщины достичь больших успехов в предотвращении военное будущее. Я думаю, что женщины в России понравятся. Но мне всегда печально, ведь я весьма пессимистичен. и не мой общатель, это заключается на моем мнении! это не мою мнение, это klarporดct smoked и, конечно, мой обвинён, молча мы можем выполнять gambиты но поскольку он позабот lidt позже его покажу, что мы будемdamn я думаю, что мы не подготовлены но даже в помещении Да, и я считаю, что мы можем не только подготовить выживание, но и приготовить лучшее включение наших детей. С более реабилитированной будущей. С более качественной жизнью. Меньше фейсбука, но если мы вырвыщем потратить наш мир, если мы останемся зависимыми от отчисленных механизмов, мы будем больше необыкновен, мы работаем просто равномерно. И я думаю, что все понимают, что люди должны быть свободны. Я буду рада ответить на ваши вопросы и рада вам приятных чтений. Спасибо. Спасибо большое. Может быть у наших зрителей и слушателей появились вопросы? Пожалуйста, по-русски, чтобы все могли... Я могу задать вопрос. Вы говорите, что УСССР будет продолжаться. Вы говорите, что УССР будет продолжаться. УССР будет продолжаться. я считаю, что в России уже 70 лет нет никакого способа контролировать все это, что это создает, и это позволяет им работать, не так эффективно, как сейчас работает, но... Я в России. Я спросил, вы рассказали о том, что Америка ухнет, экономика, развалится и так далее, но эти самые люди, которые сейчас про этой страной, они создали эту систему, я говорю вам о мировой экономике, и неужели они, люди достаточно умные, которые смогли создать механизм, который работает на них, не смогут его держать в руках? Спасибо за вами. Я отвечу на вопрос с тремя пунктами. Во-первых, американское правительство, это крупное правительство, и оно стало крайне эффективным. Очень комфортно. Очень комфортно. Запад стал советским Союзом. И они... И они... И они... И они... И они... И они... Но вы увидите, что люди всегда думают, что они контролируют что они делают. Но... И они... И они... И они... И... И они... И они... И они... И они... И они... И они... И они не знают историю. И они... И они... И они... И они... И... 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 И они... Я уверен, что люди думают, что он действительно контролирует ситуацию, и Брежнев был абсолютно не компетентен, и я уверен, что он контролируется. Я пишу следующую книгу о том, как пережить эту многоностровую. В последние годы я провел много времени на Украине, в Чайнорбе, например. В последние годы я провел много времени на Украине, в Чайнорбе. Я встречался с людьми, которые там жили до и после катастрофы в 1986-м. И они были на 100% уверены, что все под факторой. И в Фугушиме, в Японии, они считали, что цунами не может произойти в Японии. Поэтому иногда люди невозможно умны. Например, строить атомную электростанцию рядом с побережьем, в Японии, там, без слова, цунами. И то, что я говорю в своих книгах, когда я говорю по-швейцарски, заключается в том, что если вы хотите быть в России, то, что вы хотите быть в России, то, что вы хотите быть в России, то, что вы хотите быть в России и в России. Нужно обвозить влияние на свои правительства, на бизнес, чтобы они думали о том, что может пойти не так. И я надеюсь, что то, о чем я написал в своих книгах, не произойдет. Это местность, которая лежит на нас, как на патриотов, неожидящих царских патриотов, чтобы в будущем... Мы могли надеяться на лучшее, но надеяться на лучшее, но надеяться на лучшее. Потому что альтернатива является большим страданием. Но в конце концов, любовь за вами. И когда я пишу свои книги, не верьте мне. Прочитайте книгу и составьте собственное мнение. Если вы считаете, что мне хватило подготовиться, то начните готовиться. Если вы думаете, что можно взять на риск, то... Потому что я верю в свободу. А свободы означают ответственность. Я уверен, что эти книги будут получать в России. Потому что, моя впечатляющая, что, из-за истории, что вы не знаете, что в России есть много вопросов. Я думаю, что в моей книге довольно много вопросов. В связи с вашей историей, для нас слишком много ответственности. Дорогие друзья, еще есть вопросы к нашему году? Пожалуйста. Степа. По словам, вас всегда пишет на этой книге? Да. Это очень приятно, что такой книг был в ней не сам мужчина. Сударина выносит, да и садикой, у вас с ним в бане. Я думаю, что у вас были хорошие отношения в вашем мальчике. Раз в такой институте, такое отношение к женщинам и понимание о женских мальчиках. Я не знаю, что вы понимаете, что вы понимаете. Я не знаю, что вы понимаете. Я не знаю, что вы понимаете, что вы хорошие женщины. Вопрос я хотела бы задать. По-голубой, конечно. Я хотела бы задать еще один вопрос. Есть у вас любимые места на Земле, где вы считаете, что что-то очень хорошее происходит? Вы понимаете, что страны, общество, то, что не ведет к разрушению кризиса. Это не очень хорошее. В принципе, именно в позитивном развитии. Но я не знаю, что у вас есть хорошие отношения. Есть хорошие отношения. По крайней мере, в России. Я написал специальный главный главный, для российского знания в Индирке. И я пытаюсь объяснить, почему Россия должна быть очень важна для меня. Потому что если бы не было разной армии, то я бы не был здесь. Потому что мой дедушка была заводством разной армией. В нашей семье добрались 17 лет с Россией. Но я не говорю по-русски. Но хорошая новость в том, что в России много преимуществ. У вас есть опыт для переживания права. У вас прекрасная география. Огромная страна, много ресурсов, много воды. Много семей для производства продуктов питания. Но людей так много. Кроме крупных городов. Москвы, Санкт-Петербурга, в маленьких городах все будет в порядке, чтобы не произошло. Поэтому я думаю, что моя книга предназначена для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Омска. Также, если вы не согласитесь или не согласитесь, в России довольно сильные лидеры. После летца. После летца. Я думаю, что модернизация, инфраструктура, реформы, которые произошли, были достаточно полезны, но не слишком. Потому что если вы предъявите слишком много реформ, то вы достанете в Москву. А Европа умерла. Украина и Западная Европа. Франция, например. Соединенная Королевская. Физически они еще живы, но не идут в право. Что хорошо в России, это то, что вы еще можете спасти мир. Потому что причина, которая совершенно неразрушена сил в Италии и западе вашей ресурсии. Потому что у вас сильные люди. Патриотики. И все еще существуют патриоты. Которые помогли по русскому народу. Это скорее чувство народа и геозати. Посмотрите на Европу, европейцы сменяются внимательно. Наши лидеры ненавидят. Они хотят генетически разрушить в Европе. Это факт. Я не расист, но это факт. Так что вы можете спасти нас. Потому что Россию еще есть военная мощь. Которая может сдерживать террористическую Америку от вирового контроля. Потому что есть риск, что если они будут на Россию серьезно, серьезно, чем сейчас. То в России это одна война. И вы готовы к прятать во время войны. Мы готовы к прятать во время войны. Но в Америке они не готовы. И это все. Так что они не готовы. То есть они логичные, но они не будут делать. И помимо, когда у них было маленькое ребенка. Мы имели коронавируем. У нас все было проблематом. что вы хотите убить нас, и убить нас, и контролировать нас. И когда я был ребенок, мы смялись от прады, от новостей прады. Потому что нам говорили, что это прады, и мы считали, что наши информации свободны. Сегодня, если я хочу знать, что происходит в Франции и в Америке, нужно читать в России, или в Сингапуре, но не европейские. Потому что они наполнены пропагандой. Конечно же, я пытаюсь быть критично, но то, как мир поменялся местами, то удивительно. Потому что я помню, когда президент умер, когда Андропов умер. Я помню, когда я вернулся из школы, и мой муж сказал, что Андропов умер, и мы не знаем, что будет происходить. И в 1990-е, когда я стал приехать в Россию, и в России, и в США, и в США, и в США, и в США, и в США. Я стал понимать, что вы станете свободны, и в то время как мы наоборот. Очень много вещей, которые, если я скажу, в Европе, на публике, я могу из них попасть в тюрьму. Или буду зарегистрирован в официальном мире. Но я не знаю, потому что я свободна, потому что у меня есть собственная ферма, я могу производить собственные продукты питания. Да, конечно, это Швейцария. Но в Франции. Но в Франции. Если вы спросите людей, как патрицы, любят добры, в Ливии, они скажут, что нет, но они это делают. Если вы спросите людей в Америке, если вы хочешь поддерживать Украину, и в этом визитном мире, они скажут, что нет. Если вы спросите людей в Америке, и хотят, чтобы они поддерживают гражданскую полную в Украине, они скажут «нет», но фактически они это делают. И когда на референты люди в Европе голосуют «да» или «нет» как будто заходят, если они не выбирают в правильном порядке, то они будут делать. Если голоса не проходят соответствующим образом, то они просто вновь проводят в Национальном. В Риланде, в Нидерманде, в Нидерманде, они просто вновь проводят в реквенду, и принимают заход независимо от результатов реквендуем. 60% людей в Германии не приветствуют иммиграции. Но они будут еще 800 000. Германия будет принимать иммиграцию. Мы находимся в политической политической диктатуре. Это не то, о чем мы читаем в европейских газетах. Но это не то, о чем мы читаем в европейских газетах. Но это не важно. Что важно, это результаты. Вы получили хорошие результаты в последние 10 лет. Мне кажется. Пожалуйста, пошлите к книгу господину Путину. И все молодые звонили. Кучкова поля издателей, пожалуйста, выполните просьбу автора и пошлите руководителям страны. Есть еще вопросы к нашему гостю? У меня маленький вопрос. Я прошу очень ответить первым. Мы неоднократно слышали от вас о том, какие конкретно вы приняли меры на ваши первые. Вот это независимая система хозяйства, которую вы создали. Это мы внимательно послушаем. Как устроена ваша независимая система? Что вы там сделали? Что у вас на случай? Тот, честно говоря, в своей книге основана на моих собственном орите. который основан на большинкой степени. У меня маленькая ферма. Здорово. И для меня специалистская команда очень сложно работать с Олей, выращивать капусту, помидоры. Но через 10 лет я научился этому. И в своих книгах я говорю о концепции автономной базы. Проще говоря, это ферма, которая является автономной. Я рассказываю о семье элементов этой концепции. Автономной базы, продуктов питания, гигиене и здоровье. Это означает, как вы можете увеличить ситуацию. Энергия. 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 Зачи дамороны. Социальныеzne данные действия связ там МУЗЫКА С водой, питание все понятно, вам нужно произвести сколько, сколько вам нужно. В моем случае у меня есть не страшные воды и у меня есть сад, которым я предлагаю продукты питания. Я думаю, что в будущем мы будем пудричные, а потом курицу. И, возможно, поросят, но это уже страшнее. У всех моих соседей есть хороу. И мы приезжаем в саду. Для медикаментов нужно дополнительные знания. И в моем случае, в моем случае, это только электричество, потому что у меня есть много растений, и я могу использовать воду. В моем случае, для производства энергии, я могу использовать воду? Это очень важно, конечно, чтобы вы это понимаете, потому что у вас холодная страна в венте, больше холодная страна, чем я. Но лучший способ обозрения в дом, это встреча хорошей изоляцией. Но для электричества я производится с солью панелью и батарейки. Таким образом, это технология, которая мне нужна. Потому что мне нужно горячая вода. Потому что мне нужно горячая вода. Нужно готовить, нужно стирать, например, стиральная машина. Огивая, она же не готовит. Но что я заставляю, что мы не говорим о том, что мы не будем говорить о том, что мы не хотим вернуться к хорошей жизни. Мы не хотим вернуться назад в очень сложной жизни. Мы должны сохранить технологии, чтобы обеспечить себе удобный образ жизни. Наверное, когда будет меньше, что у него это машин, тогда придется экономить. Но я не представляю людей, как мы жили тысячу лет назад. Даже пятьдесят лет назад. Но знания касаются навыков, которые нам нужно привести. И культуру, которую мы должны привести. В России, например, у вас прекрасная литература. Отпустили меня на Чехове. Это невероятное. Я бы хотела прочитать. Но, конечно, музыка и другие элементы культуры, мы должны сохранить для наших детей. Посмотрите на то, что происходит в Сирии. Они разрушают не только людей, но и культуру. Что еще хуже? И что они хотят сделать за Россию, который начали сделать для них? Не просто культуру русских, а не именно культуру русских. Но всем около того, как они сделали на Канцисте. Не просто убить русских, но и разрушить все же с ними связанное. Что касается оборудований, то есть защита странной, с помощью армии, это абсолютная защита. В книге «Нашние члены, однако говорили с мамой», что я обычно делаю себе, что я называю «самбол» в русском. Все женщины любой национальности должны защищать себя. В Швейцарии традиция, что каждый раз на Ките дается война с милицией. Это мы называем милицией. В том числе, что у себя дом не священ униформу и оружие. У нас есть оружие дома. Например, у меня есть никто. И у меня нет фалашки. И я тренирую мою жену и детей. Потому что полиция всегда будет в пользу. И ауницией, или ауницией, он выжимал милицией. Если вы не уходите, то можно увидеть с Servицацией. Если вы не уходите с мышцами, то есть у меня есть свой товарищ. И мы с вами видим это. Я уходим в Швейцарии с ремонтом. И еще раз милицией. Первый элемент существует социальной связи с общей. которые, к сожалению, практически исчезли в больших городах, потому что нам больше не нужны люди. Что является большой проблемой, потому что, на самом деле, люди нам нужны. Нам нужны люди и семьи. Нам нужно помогать, и чтобы нам помогали наш Санкт-Петербург. Нам надо участвовать в жизни государства. Но, как гражданин, мы должны опросить государства в этих тем, где они работают для нас. И такие социальные связи делают все возможным, потому что, если гражданин, то вы не можете это сделать. Посмотрите, как люди в 1990-х в России, они нужны помощи семьи. Поэтому социальные связи очень важны. И посмотрите, как вы получили много преступления в 19-м году. Вы получили много преступления. А, в 19-м году было много преступлений. Поэтому мы должны узнать, что случилось снова. И нужно, без него допроведения снова, уметь защитить себя. Это было очень важным темам в Италии. Потому что если проникюрство в Италии исчезнет, то мафия всегда останется. Поэтому нужно полный заблуждений. И в этом… И это я делаю. Именно я и делаю, я буду гражданином, буду защищать себя, обращивать своих любимых граждан. И я буду рада, если я смогу помочь людям в России. Спасибо, Вера, большое. И мы приступаем к программ-сессии сейчас с нашим гостем. У нас сегодня в гостях крупнейший специалист по такому направлению, как субривализм, выживание. И мы сегодня представляли две книги Вера, как пережить экономический кризис и как пережить экономический кризис с женщинами. Пожалуйста, подходите к полу, вы можете писать свои вопросы, пожалуйста. В поле книги представлены здесь у нас на нашем столе. Дорогие друзья, для тех, кто только что к нам присоединился, приглашать к нам в кафе. У нас начинается опор в сессиях нашего гостя из Швейцарии, крупнейшего мирового специалиста по субривализму, выживанию. Это две книги, которые мы сегодня представляли, как пережить экономический кризис и как пережить экономический кризис с женщинами. Это не только такие психологические, голосовские аспекты, но и практические. Советую вам посойти, познакомиться. И сейчас вы можете получить автограф нашего гостя на книгу.